всем здравствуйте меня зовут анастасия вы на канале мир сквозь пальцы сразу напомню про лайки подписки и колокольчики подписывайтесь на мой канал на дзене все ссылки в описании так и что я вышивала на этой неделе на этой неделе я вышивала чудесная игла а да кстати раз в прошлом видео просили не полить контору не показывать сразу что у меня получилось то будем смотреть вот на этом это единственная обложка которая у меня есть от моих процессов от других обложек нет надо распечатать наверное же сходить поэтому когда я буду называть на экране будет появляться образец того что я вышивала а вот чудесные иглы конечно у меня же есть титульный лист в общем это чудесная игла первая пойдет у нас веселая зима называется вот такой сюжет вышивала его также я вышивала традиционно кота бегемота ну как без него он у меня в каждой серии это идет красной нитью и вышивала я также сумерки в горах от марии пулинович это был процесс по запросу то есть как по запросу я в прошлом видео спросила если пожелание посмотреть на какой-то процесс может быть кто-то захочет посмотреть то что я вышивала из моих отложенных пока что временно процессов и очень много голосов было за сумерки в горах так что его я тоже повышевала ну и давайте посмотрим что у меня на вышивалась за все это время как у меня что получилось надеюсь вам не сильно темно потому что ну еще раннее утро я свет уже никакой не стала снимать включать чтобы теней тут особо не было поэтому снимая вот так надеюсь что не сильно вам будет темно потом мне надо будет грузить видео и снимать ну как мне некогда будет я буду занята весь день поэтому поэтому что имеем то имеем ну все давайте посмотрим что там что мы имеем уже на сегодняшний день в прошлом видео я спрашивала если может быть кто-то желает посмотреть какие-то мои вышивки которые у меня к уже некоторое время отложены и очень много голосов было отдано за сумерки в горах прям несколько человек его вспомнили и хотели бы посмотреть на продвижение еще также была просьба повышевать еще одну конфету на конфету тогда я повышеваю на следующей неделе начну сумерки в горах тогда вот сейчас что тут пока что это выглядит вот так здесь вышло 15 процентов все у меня завернуто и давайте когда я уже здесь вышью что-нибудь покажу как я что вышила и тогда уже разверну и покажу на каком этапе сейчас у меня все это находится поэтому посмотрим как побольше вернее ну как участок побольше немножко вышится уже и тогда я разверну покажу как это выглядит пока что много тут конечно не на вышивая но сколько то пару дней сегодня уже сейчас счет четверг вечер и думаю завтра еще будет время повышеваем думаю если есть сегодня сейчас если четверг вечером то я вот здесь если получится выше и сколько-нибудь ну когда вот в общем когда я заполню вот этот участок я перемещу сюда и повышевает что-нибудь вот здесь ну вот вышила я два участка вот здесь участок добавила и вот здесь участок добавила но сюда уже я не успеваю мне надо уже конец недели сегодня суббота воскресенье осталось у меня на то чтобы вышивать кота бегемота поэтому ну вот сколько вышила но так тут уже пошли потемнее цвета побольше было присутствовала оттенков если тут было не даже помню много участков одним цветом просто зашивалась не такой был большой разброс вернее не так много присутствовало цветов то здесь уже конечно побольше блендов цветов и всего ну уже гора тут идет такая гора в дымке ну все давайте сейчас я разверну и заодно гляну сколько мне там уже выше то в процентах скажу так надеюсь что не сильно темно и что-нибудь вам видно вот так всего лишь выше то это здесь ровно 17 процентов вот так вытянутая это будет картина у нас вот такая давайте сейчас поближе посмотрим вот так выглядят эти горы пальцы только сила и вот этот участок я дошила и вот здесь участочек горах и дошила и вот так всего лишь чуть-чуть у меня выше то ну на следующий год это этот процесс войдет в один из постоянных которые будут постоянно чередоваться и постоянно будут вышиваться так что в следующем году я надеюсь мы будем с ним чаще встречаться и больше он будет продвигаться так ну все по сумеркам в горах сейчас я буду вышивать кота бегемота только отложила сумерки в горах взялась вышивать кота бегемота ну и ощущение как будто вообще ничего не изменилось хоть те же самые цвета все это все та же самая серость что здесь буду вышивать как всегда традиционно 1200 крестиков у меня в неделю вышивается то есть вот этот участок будем продолжать искать лампу она у нас прорисуется еще больше появится но буду вышивать единственная здесь это канва конечно она помягче чем-то 16 у меня она здесь память у 18 но она мягенькая ну как как стать плотная но не не жесткая не дубовая прям не стоит колом такая плотненькая но при этом и при этом всем достаточно мягкая комфортно мне на ней вышивать вот так ну все буду вышивать и да как всегда все ничего нового я вам сейчас не расскажу встретимся когда я вышью и добавлю этот участочек а на следующей неделе это будет уже середина декабря да сегодня у нас какое вообще число то 10 суббота вот здесь я вышью и через неделю будет 18 воскресенье дам еще один участочек а ну тогда еще получается еще один я бы еще уже пяльцы перемещу ну ладно это разговор о будущем чем сейчас говорить нам главное сейчас вот этот участок вышить уже там я замахиваюсь на две недели вперед буду пока вышивать вот это свое добавила 1200 крестиков и теперь вот так выглядит наша керосиновая лампа в прошлом видео я говорила что когда я вот так этот верх вышивала мне казалось что это похоже на флягу алюминиевую но сейчас это больше похоже на трехлитровую банку согласитесь такая трехлитровая баночка ну мы уже увидели у нины когда она выше вышила уже у нее этот участок вышит и лампа и отражение вот здесь это это зеркало здесь и в зеркале будет отражение этой лампы она уже это все вышила и получается классно все это делом интересно красиво так что скоро я доберусь до этого мужчин лампу еще на следующей неделе вот этот участок зашью и будем перемещаться уже на зеркало вот такая красота пока что выглядит они на это вышиваем мы в нашем совместники маленький такой между собой чик по коту бегемоту во втроем мы его вышиваем и не на вышивает в сепии у нее на сегодняшний день вот так выглядит ее код ну и и про прогресс в вышивке это бегемота а вот так выглядит у софи софия уже она уже вышила хвост она идет снизу софия вверх поднимается и у нас уже головы у кота вышиты а у софи хвост появился вышит ну так вот но все пока то бегемоту мы все посмотрели рассмотрели у кого как получается и давайте поехали дальше посмотрим что я еще вышивала это просто немножко покажу вам мы тут всю неделю ездили муж у меня занялся зубами и ездим соседний город 50 километров от нас там делает и вот просто сняла вам такую красоту мороз вот пока я его жду пока он туда пошел он мог бы конечно и сам съездить ну анестезия дело такое мало ли что может быть ну вот сижу я тут в машине пока вышиваю чудесную иглу свою вот начинаю вышивать и вот так в машине пока я его жду часа полтора время сейчас два часа дня часа полтора сейчас я буду его ждать буду вышивать машине ну и сколько того так за несколько подходов что мы ездили я тут немножко что-то на вышиваю а что я на вышиваю ну вот сейчас я вам и покажу что у меня получится тут вышивать в машине и вот столько у меня на вышивалась снеговик появился сейчас я дотянусь вот что у меня тут от снеговика то есть вот эта часть уже вверх у меня вышит половина вот она как вы видите и вышивала я снеговика так машине пока ждала мужа там по полтора часика он пока был на приеме я его ждала вот так вот что тут еще много осталось интересно вышивать ну да еще немало осталось вышивать от снеговика вот так вышим куда он денется может мне его закончить до конца года все-таки я думаю не тянуть уже его в следующий год потому что у меня как бы новогоднее настроение всегда есть только до 1 января галя говорила об этом рукодельная банда что у нее тоже так само ощущение нового года вот это только до нового года в декабре пока идет подготовка к празднику пока все вот этот антураж вокруг есть ощущение нового года и 1 числа мы даже можно сказать с боем курантов все это как знаете как у золушки тыква все пропадает карета превращается в тыкву принцессы на платье превращается фартук в котором готовишь рождественского гуся или новогоднего гуся да и все такое и так и у меня после нового года буквально 1 числа у меня уже все новогоднее настроение пропадает какие-то наступают обычные будни поэтому я так думаю навряд ли я захочу вышивать уже с наступления нового года продолжать вышивать этот сюжет так что возможно я его возьму и на прям на этой неделе может быть следующей неделе это будет у нас неделя двух процессов фи вот как она веселая зима и кот бегемот а еще конфеты у меня спросили повышевать конфету какую-нибудь ну можно быть я начну конфету еще повышевать хотя бы ночную и вот так ну вот столько выше то было немножко добавилось ну это и то хорошо принципе сюжет небольшой по большому счету если вот так смотреть кажется что еще много вышивать да а если вот так вот по самому сюжетику посмотреть то уже буквально вот он край и вот он низ это тоже край тут осталось вышивать то вот совсем 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 немного тем более здесь по моему посмотреть да здесь будет полукрестом вышиваться как всегда очень много вот видите будет зашиваться полукрестом ну что на этом наверное все все остальное откладывается до следующей недели а пока что это выглядит вот так повышевалась давайте будем завершать неделю тогда уже что ли и вот такой была еще одна неделя декабря 2022 года сколько я повышевала на этой неделе ну давайте посчитаем 1600 где-то было здесь выше там на сумерках горах и 1200 на коте бегемоте это у нас что получается две шестьсот ой две восемьсот две восемьсот и где-то примерно здесь я прикинула 1400 это будет что у нас 3 200 всего лишь вообще мало совсем мало в этом на этой неделе вышивала ну да совсем мало времени остается у нас наконец пошел снег и снег приходится чистить и подготовка к новому году уборки стирки генеральные все эти дела уж надо поднавести везде порядок поэтому вышивать получается не так уж и много ну на вышиваемся на новогодних каникулах вернее поубираемся сейчас все наведем порядок а на новогодних каникулах может быть повышиваем и побольше ну вот так а вы еще спрашивали как я так быстро вышиваю ну нет совсем не быстро даже у меня летом бывало ой чтобы у меня упала господи даже летом у меня бывало что я вышивала по 7000 за неделю а сейчас видите даже три с половиной не не натянулась вот так вот получается у меня ладно все нагоним все успеем вышить хотелось бы конечно больше но как получается еще на этой неделе на этом все всем пока увидимся